А мы тут это, кварталами балуемся. И эта фраза будет звучать довольно-таки часто. Доброго времени суток, дамы и господа, с вами при Радостной Новости. Спешу сообщить вам, легионовские подземелья будут в обновлении 9.5 введены не только в формате Time Walk, путешествия его времени, также в формате и Mythic Plus, подземелья с опахальным ключом. Что это значит для нас, для игроков, которые, например, хотят чуточку одеться или чуточку получить какое-либо удовольствие? Ну, давайте рассмотрим. Рассмотрим абсолютно все. Шесть подземелья будет введено, а именно Крепость Черной Ладьи, Букас Шары, Чаще Темного Сердца, Казиматы Стражей, Логово Нелториона и Квартал Звезд. Это замечательные подземелья вообще в целом, но именно два донжа из этого списка мне нравятся больше всего. Казиматы Стражей, потому что на Тиранике там был сделан рекорд в первом сезоне легионом мной и моей группой. Давайте какую-нибудь утробу. Утроба, утроба. Серьезно, утроба? И Квартал Звезд. Приятное подземелье для фарма с интересным дропом в виде колечка, который увеличивает дэмэдж от автоатак. Ну, а также там имеется зависимость профессии. То есть, например, если у тебя есть кузнечное дело, ты можешь активировать ловушку, и мопчик со второго босса просто-напросто схавается, сваншотится. Это реально замечательно. И таких вот всяких итемов много-много-много, и они прокают. То есть, каждое прохождение будет немножко отличаться. Это довольно-таки интересно. Жаль, конечно, нету утробы душ, не пофармить ангербоду, не поделать бигпулы на первом боссе, с первым боссом. Ну да ладно. Также стоит немножечко еще поговорить о луте. Лут, как говорят разработчики, будет актуального уровня, и его можно будет улучшать за доблесть. А также все вот эти прохождения мифик плюсов легионовских будут насыщать великое хранилище. Но в великом хранилище мы не будем видеть добычу из легионовских подземелий. В целом, довольно-таки логично, потому что мы играем в актуальное дополнение, и видеть в актуальном хранилище старый лут, хоть и актуального этом левела, ну, это что-то не то, это как-то не так. Ну, а для того, чтобы получить первый эпохальный ключ легионовский, нужно будет поговорить с особым мопчиком в Оребосе. Он даст нам начальный ключ, и мы начнем его потихонечку апать. Также, как пишут разработчики, первое такое событие будет две недели вместо одной. Возможно, это сделано с целью того, чтобы все потестить. Возможно, это сделано с целью того, чтобы люди просто-напросто сполна насытились этими мифик плюсами. Ну, а также надропали себе абсолютно все, что хотели. В дополнение от себя скажу, что можете заранее оглянуть свою лут-таблицу, заранее можете глянуть, какие интересные тринкеты падают, возможно, колечки с какими-то хорошими статами падают, ну, а возможно, вы просто играете на каком-нибудь милике, который желает полутать колечко с меландра. Оно реально классное, и, быть может, в момент релиза 9.1.5 ему даже уменьшат процент, потому что увеличение дэмэджа автоатак на 10% — это внушительно. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, моете руки, не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!